Саламастер Макурмед, Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. В субботу в России прошли митинги в более чем 112 городах. И характерно было, что все эти митинги, они были не санкционированы, не разрешены. То есть, просто люди вышли и все. И вы знаете, что в Казахстане, хотя озвучивается, что якобы митинги носят уведомительный характер, на самом деле при этом мы должны уведомить акиматы, а затем акиматы могут дать или не дать. Ну и как правило, не то же как правило, всегда акиматы не дают разрешения. Якобы выделены специальные места и так далее, но мы последние полгода получаем непрерывное подтверждение, что это одна бутафория, которую озвучивал Такаев, что якобы митинги носят у нас уведомительный характер. Но и в России, наверное, впервые прошли масштабные митинги, впервые в истории независимой России, потому что, как правило, в России митинги согласовывают, в отличие от Казахстана. Но я хочу еще раз сказать, что это не потому, что Путин добрый, а потому что люди все равно возьмут и выйдут. Поэтому они дают, как правило, разрешение, согласовывают, ставят металлоискатели и в какие-то рамки загоняют проводимые такие митинги. Ну давайте мы сначала обсудим эти митинги. И один из руководителей штаба Навального, Волков, объявил, что в эту субботу снова этот митинг состоится, следующий, и они будут продолжать оказывать давление на режим Путина. Итак, что озвучивает различная пресса, разные наблюдатели? В Москве, по разным оценкам, вышло около 50 тысяч человек. Власти Москвы заявляют, что вышло всего около 4 тысяч человек. Ну если вы наблюдали за видем, увидели, что, судя по всему, наиболее масштабную картинку можно было увидеть именно в Санкт-Петербурге. Когда ты на эту картину смотришь сверху, то такое впечатление, что это не где-то в России происходит, а именно в Беларуси. Мы все видим и видели, как именно по 200 тысяч, 100 тысяч человек в Минске выходили, люди на протесты. Именно такая масштабная картина, когда огромное количество машин, сотни тысячи и десятки тысяч протестующих. Вот, собственно, я с удивлением увидел, что в Питере вот такая картинка, когда протестующих очень много. И эти митинги были интересны тем, что они прошли одновременно в 112 городах России. Если у нас в Казахстане народ недавно совсем переживал, что будет холодно, в Астане было 10 января где-то порядка минус 10, минус 9 градусов, в Алмате 0 плюс 2, в Шимкенте где-то плюс 7, и не было так холодно, как в России, а в Якутии вообще было минус 53. Но, тем не менее, и там люди вышли сильный холод, а в Новосибирске, в Омске и других областных центрах везде, скажем, зима покруче, чем у нас. Но, тем не менее, мы видели по несколько тысяч человек, которые вышли на эти митинги, независимо от погоды. То есть, это подтверждает то, что мы все время озвучивали. Если люди реально против, если люди реально хотят выразить свой протест и добиваются каких-то целей, они не только за пловом бесплатным пойдут и будут стоять тысячами очередями или за коврами, как это было в Шимкенте. Если людям это надо, они в любую погоду выйдут. Собственно, вот этот пример, митинги в России это подтвердили. В 112 регионах России было огромное количество протестантов. Ну, скажем, беспрецедентно так, чтобы такая география была охвачена. В 112 регионах, городах страны. Но, если мы считаем, что приблизительно нужно все, что в России делить на 10, по соотношению населения и так далее, в России где-то порядка 150 миллионов человек живет. Ну, с учетом иммигрантов, я думаю, минимум 160 миллионов. То есть, получается, что у нас минимум в 10-12 городах должны были быть протесты, аналоги. Ну, как вы знаете, мы всегда именно заявляем о проведении митингов именно в крупных городах. Не случайно, где-то приблизительно в 20 городах Казахстана.